Приветствую вас, друзья! С вами Шевченко Александр и это канал Академии Счастья. Я записываю видео по улучшению качества жизни. Сегодня поговорим о такой важной теме, как спасение планеты и на самом деле возвращение экологичного образа жизни. Потому что когда люди говорят о спасении планеты, они подразумевают что? Что мы восстановим экологию. Ну прежде всего экологичное сознание внутри себя. Почему происходит разрушение экологии, каких-то водных ресурсов или воздуха? Потому что человек не осознает ценность этого. То есть делает просто халатно. Вот сейчас я живу как хочу, а после меня, как говорится, хоть потоп. И потом потопы и случаются. Поэтому ваша цель или моя цель, это должна быть такая, что мы осознаем то, что мы делаем в данный момент и видим, как это влияет на будущее, на наших потомков, на экологию здесь и сейчас и на то, как это будет через 10, 20, 30 лет, 150. Потому что, чтобы не представляло наше игровое пространство, будь это планета или что-то другое, важно сохранять здесь целостность, сохранять здесь порядок. И это наш дом. То есть так же, как тело наш дом, дом для души нашей, так же и окружающая наша обстановка, это дом для нас. Если вы не смотрели, посмотрите такой фильм как дом. Там очень хорошо показано, как выглядит наша планета и что происходит с ней, какие изменения происходят и почему важно поддерживать экологичный образ жизни. Потому что это все влияет на каждого из нас. Не на кого-то одного конкретного, а на каждого человека, на животные, на растения. Это все взаимосвязано. Мы как единый организм. В этом плане очень хорошо помогает тоже фильм «Аватар». Там показана эта взаимосвязь растений, животных, тех существ, которые населяют планету. Это очень понятно. И так же и у нас происходит искоренение коренных народов. То есть почему? Потому что они живут в согласии с природой. Они не живут, как многие из нас, нарушая жизненные ценности. И вот важно понять, что приводит к нарушению этих ценностей. Я заметил по себе, что экологичный образ жизни возвращается тогда, когда понимаешь, кто ты есть. Какова твоя миссия. Помогаешь другим людям. Вот я начинал с этого. Я тоже не понимал раньше, что такое природа, как к ней относиться. Да, у меня, возможно, не было такого совсем пренебрежительного отношения. Но в то же время я не чувствовал вот этой вот взаимосвязи, которую я сейчас очень чувствую. Когда хочется быть на природе, хочется взаимодействовать. С воздухом, с солнцем, морем. Хочется быть в этом состоянии и увеличивать его. То есть это состояние, я называю, состояние целостности, гармоничности. И вот так может происходить с каждым из вас. Когда мы очищаем сознание, очищаем ум, возвращается естественное понимание этих циклов и взаимодействие с природными ресурсами, взаимодействие с другими людьми. Экологичное сознание – это когда вы понимаете, как повлияют ваши мысли, действия на других людей. И вы не приводите, не привносите разрушения, а делаете то, что идет во благо для людей. То есть вы для природы. Имеется в виду, вы не создаете избыточный какой-то мусор, вы не создаете избыточные выбросы в атмосферу. То есть экологичное состояние – это когда вы живете ближе к природе. То есть ближе – это максимально на природе и минимальное ее, скажем так, ухудшение. То есть не вредите, а наоборот помогать. Теми способами, какими вы можете. И так, если будет делать каждый, то будет происходить очищение, исцеление. Конечно, мы начинаем себя, очищаем сознание, очищаем то, что есть внутри нас. И потом природа тоже, она как бы зовет к себе. То есть вы чувствуете вот это вот. Вы начинаете чувствовать деревья, растения, начинаете чувствовать животных, начинаете чувствовать божественное. Самое главное – вы изначально восстанавливаете связь с собой. А когда эта связь восстановлена, то тогда вы можете чувствовать и другие взаимосвязи. Вот я это прошел на собственном опыте. Я понял, что это очень важно. Это не просто важно, это прям как бы, ну вот, наверное, самое важное. То есть когда вот есть вот эта взаимосвязь, и даже этот канал, который называется «Совесть», то есть весь, который идет от высшего «Я», подсказывает вам, как действовать правильно. И тогда мы говорим, что мы ведаем, что творим, в отличие от тех, кто не ведает. То есть кто живет в хаосе, в незнании, в глупости. Вот мы ведаем, что творим. И тогда происходит у нас полное исцеление и гармонизация. Вот. И это на самом деле то, что я хочу донести до вас. Мы начинаем с очищения себя, потом очистили себя и помогаем очищаться другим, нашим близким, друзьям. Мы создаем вокруг себя пространство любви и счастья. И вот моя цель – это расширение, расширение такого пространства, где мы вместе живем как единое целое, как единый организм. То есть все люди как единый организм. И природа вместе с нами, то есть растения, животные, даже материальные объекты, духовный мир, вот, божественно. Все это вместе, как единый организм. И вот если вам тоже это откликается, то я буду рад видеть вас тоже в Академии счастья среди своих единомышленников, соратников, тех, кто тоже хочет увеличивать качество жизни, улучшать, исцелять свое сознание и исцелять все вокруг себя. Теперь, друзья, сделаем небольшую практику, как обычно мы это делаем. Сядьте в удобном месте, закройте глаза, создайте пространство или ощутите пространство вашей комнаты. Почувствуйте себя в этом пространстве, почувствуйте ваше тело в этом пространстве. А затем создайте намерение любви, радости, счастья. То есть вот такое пространство вокруг себя, радости, гармонии, счастья. И когда вы его создали, прочувствуйте его в полной мере, насколько это возможно. В полной мере прочувствуйте это счастье, гармонию, радость. И потом, когда вы ее прочувствовали в своем пространстве, расширяйте его на те пространства, которые вы хотите. Это могут быть ваши друзья, близкие, знакомые. Это могут быть те места, в которых вы хотите побывать или уже побывали. Расширяйте это пространство все дальше, дальше и дальше. И тогда произойдет исцеление, и вы сами начнете его чувствовать. Это будет исцеление, распространяющееся на все миры. И создавайте это пространство каждую минуту. То есть эту практику можно продолжить. Вот если обычно я говорю, как бы мы заканчиваем практику, то ее можно продолжить на постоянной основе, где бы вы ни находились. Создавайте это пространство любви, исцеления и счастья. И вы сами его почувствуете, и другие люди будут его чувствовать. И об этом я тоже описал в своих книгах «Миры вечного познания» и «Полное исцеление». Их вы можете прочитать по ссылкам в описании к этому видео. И также, друзья, конечно же, если вам видео понравилось, поставьте отметку «Нравится», палец вверх. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписчики. Включите колокольчик для напоминания о новых видео. Они появляются каждый день. Напишите свой комментарий, что вы думаете по этому поводу. Это также поможет мне в развитии канала. А если захотите поддержать канал, то тоже все реквизиты в описании к этому видео. И само описание видео тоже почитайте. Там очень интересная статья будет. И на сегодня, пожалуй, мы будем заканчивать. А, кстати, поделитесь видео с вашими друзьями. Я думаю, оно тоже будет им интересно. И они с удовольствием его посмотрят. Вот. И мои видео выходят на канале ежедневно. Вот. Поэтому мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. А пока посмотрите те видео, которые появились на вашем экране. Это тоже видео о процессинге. То есть той практике, которая помогает прочистить сознание и увеличить осознанность. Я вам, друзья, желаю счастья, осознанности, гармонии. И до скорой встречи. Напомню, меня зовут Шевченко Александр. И это канал Академии Счастья. Всего вам доброго.